Подсмотреть, что-то под... Ну, короче, вы знаете, что такое, как у нас обучается в России, в Украине то же самое. На халяву где-то что-то посмотрел и так далее. В результате человек теряет годы и годы времени и приходит все равно к тому, что надо кому-то дать реальные деньги, за то, чтобы его чему-то реальному научили. Переторговывание, переторговка, да, то есть то же самое. Увязают люди в позициях, и потом даже прибыльный трейдинг в начале дня заканчивается катастрофой, да. То есть есть время, есть энергия, нет денег в начале обычно. В этом случае мастер-группа поможет в каком плане? При любом депозите вы можете, в принципе, сразу же начать зарабатывать. Там тоже надо голову прикладывать, там тоже надо думать, но я покажу в конечном счете дальше, как это выглядит. Все-таки намного-намного-намного попроще. То, что касается мастер-группы, то, что хотел я показывать изначально, выглядит вот так. Все это мой монитор, полноценный, это американская платформа торговая, здесь вложено огромное количество труда, мозгов, времени тестирования, моего личного Алекса Морриса, его команды и так далее. Ну и тех людей, с которыми мы за все это время работали. Дальше я подумал, ну хорошо, ты же хотел упростить это все дело. Окей. Ну, давай вот это будем показывать. Вот я думал, может быть, вот это давайте показывать. Рассказывать о паттернах, что такое Hyper-Bability Momentum Setups, как работают эти паттерны, что такое Momentum и так далее, и так далее, и так далее. Но в конечном итоге людям же не это нужно-то. Господи. Людям нужно что? Людям нужно просто простые входы. Дальше я подумал, ну окей, давай еще сканер будем показывать. Тогда надо объяснять, что такое сканер, как это работает, и опять мы возвращаемся к сложным системам. А теперь посмотрите на вот эту картинку. Это все, что видят участники мастер-группы сейчас. Это сегодняшняя картинка, сегодняшних торгов, утренних. Да, мы не каждый день там прям такие все в плюсах. Но прикол-то в том, насколько просто смотрится эта тема для обычного человека. То есть что ему нужно сделать? Ему нужно посмотреть, вот левый крайний угол, да, asset, так называемый. Это наши валютные пары, quantity – это количество, которое открыл робот. Робот все высчитывает автоматически. У нас есть 10 тысяч долларов, вот для депозитов 10 тысяч долларов, входной лот 13, это 1,5, 1,3 полных лота. То есть если у вас 1000 долларов депозит, вы можете открыть один лотик или микролот или два. То есть человек видит, что растет, что в плюсе. Вот робот, например, с утра открыл тут с десяток позиций, да, сразу же мы видим вот по времени, time, 60 минут, 60 минут – это то время, сколько позиций висит с момента открытия. То есть у нас сегодня сразу с утра, вот у них нет сканеров перед глазами, то есть мой экран выглядит вот так. Помимо вот того, что я показываю, транслирую, у меня еще стоят тоже настройки, ватч-лист, у меня стоит робот и так далее. Как это все транслируется в рабочую зону трейдера? Просто транслируется мой робот. Мой робот транслируется непосредственно в рабочую зону трейдера. И выглядит она вот так. То есть идет потоковый бломберг, мы видим новости, не новости, а видим просто показатели, что происходит с индексами европейскими, мы видим, что было на Америке, по S&P 500, ну и так далее, да, то есть элементарные базовые вещи. В конечном итоге даже это не нужно. По большому счету, если бы я показывал только одно вот это вот маленькое окошечко среднее, где у нас, собственно, позиции, и вот даже просто показывать первых три момента, то есть по какой позиции заход, какой лот и какая цифра в плюсе или в минусе. Дальше, вот видите, 60 минут длились практически все позиции, кроме вот Евроканады, открыты были 50-60 минут назад, да. Не все из них сразу давали плюс. Но в этом и прикол, что человек, собственно, просто увидев, что происходит в готовом варианте, может воспользоваться этой информацией. Проще, может быть, еще следующим шагом будет, это когда просто-напросто человек будет не смотреть даже на эти сигналы, а просто вводить цифру, но это тогда уже за него надо управлять этими деньгами. Если же человек, собственно, все-таки торгует сам, то как вариант упрощения его работы, это он видит на настроенный, готовый настроенный торговый робот, ему неважно, сливает робот или зарабатывает робот. Почему? Потому что человек заходит только по позициям, которые сейчас в плюсе и продолжают свой рост. То есть если эта позиция начинает разворачиваться, ему что-то не нравится и так далее, он из нее просто выходит куда проще. То есть очень простой вариант решения. Переторговывание. Ну вот сегодня у меня был с одним из моих студентов тоже такая ситуация. Я всем говорю, что я стараюсь не торговать больше, чем это необходимо. То есть я делаю план дня, 1, 1,5, 2, когда 3, когда 5 получается процентов. Но после того, как я вижу плюс 1% к депозиту, в 90% случаев я закрываю позиции и выхожу. Да, в идеале часть позиций нужно оставить, байных с переводом в безупыток, оставить до конца дня и там утречком посмотреть, куда они выросли. Если у вас, скажем, есть, ну вас устраивает эта прибыль, вы можете часть прибыли закрыть, часть прибыли оставить на рост. Это было бы более правильно, но я даже лично, я даже этого не делаю. Почему? У меня есть свой опыт, и он достаточно четко показывает, что такая система работает. Она, в общем-то, привнесена с работы с американским рынком, с американским рынком акций, да, когда большинство трейдеров, которые торгуют интердей, они торгуют, начиная с премаркета немножко, и потом первые полчаса, кому хватает и 15 минут, ну до часу. Дальше, собственно, рынок деньги заработанные чаще всего забирает. Окей? Ну, кто торговал акции, знает. Идем дальше. Итак, торги только на европейской сессии, не более 2-3 часов, ну 2-3 часа. Вот, ребята, кто сейчас в группе, вы не дадите мне соврать, но я уже, меня уже бесит. То есть, если мы за час не делаем план, это дурня. Это дурня, потом продолжается, из нее надо вылезать. В общем, не вижу в этом смысла. Что по мастер-группе? Ничего не надо делать. Не надо делать анализ рынка. Не нужно бояться, что вы окажетесь в минусе, так как вы постоянно в плюсе. Не нужно читать аналитиков, не дай бог. Не нужно кольпеть за компьютером весь день, в надежде что-то заработать. Мы работаем, повторяем максимум, там, полтора час-два. Если уже залезли в позиции, то стараемся выйти в ноль. Если не было сразу же движения, и все. И это действительно просто. Хотя и этому тоже нужно учиться. Но давайте сейчас мы перейдем, собственно, к тому, как это стало возможно. И я покажу вам систему Робофорекса. Это уже следующий этап. Это стоит дороже, но это дает вам больше свободы. В том, что я не работаю больше, там, часу, двух, трех в день, для вас есть и недостаток. Например, если вы хотите работать с теми же технологиями на протяжении всего дня или на другом рынке, просто торговать другие активы, например, золото, нефтянку, фьючерс и что угодно, я могу вам дать этих технологий, продать этих роботов, рассказать, как ими пользоваться. Но это стоит других денег, это уже не мастер-группа, а это уже покупка именно Робофорекса. И тут немножко нужно рассказать о том, как мы к этому пришли. Почему именно Робофорекс, почему именно Таймора и так далее. Я далеко углубляться не буду, не первый раз это все рассказываю, поэтому немножко расскажу. Но в основе тоже было понимание того, что человеку очень тяжело работать руками, он постоянно находится в стрессе. Какой лот открыть, долиться, не долиться и так далее. Система даже есть, как заставить себя ее придерживаться. Поэтому вот этот психологический фактор он убивает. Он как убивал, так и убивает дальше. И, собственно, поэтому большинство трейдеров просто… Это люди, которым по психологии, по жизни не предназначено торговать. Вот и все, они поэтому сливают, не потому что у них денег не хватает, или просто нервы не те, не тот склад характера. Поэтому есть простое решение, которому пришли большинство трейдеров мира, как на Форексе прежде всего. Это мы не воюем с роботами, мы стараемся роботы использовать. Написано огромное количество прекрасных роботов для МТ-4. Только одна проблема, что большинство брокеров, которые работают с МТ-4, в МТ-4, к сожалению, не отличаются чистоплотностью. Не скажу, что все, не будут, но большинство. То есть, когда дело доходит до серьезных денег, вам эти деньги могут а не отдать, б не отдать и ц не отдать. Ну или помогут сделать так, чтобы ваш робот почему-то перестал зарабатывать деньги. Есть технологии, есть специальные плагины для этого, для МТ-4. Но даже об этом и говорить не будем. В принципе, присутствует миф о рынке Форекс, что это лохотрон, что на Форексе нельзя заработать. Ребят, это действительно самая простая и самая лучшая профессия в мире, когда вы уже профессионал. Ну вот сколько вам, простите меня, дерьма придется съесть до того момента, пока вы этим профессионалом станете, пока вы поймете, где можно счет открывать, где нельзя счет открывать, какими деньгами можно рисковать, а какими нельзя рисковать. Можно работать с инвесторами и как с ними работать, чтобы это было выгодно и тебе, и инвестору. То есть, есть огромное-огромное количество пластов, которые нужно проходить. Люди, которые проходят, например, личный коучинг у меня или других опытных трейдеров, им эти пласты сразу рассказывают. То есть, они сразу же попадают в правильное русло. Вот, но для того, чтобы вы поняли, насколько легко зарабатывать и можно ли зарабатывать на Форексе, надо делать простую вещь. Надо свою прибыль регулярно выводить. Я стараюсь выводить прибыль каждую неделю. Из Дукоскопии, да? Заработал, соответственно, в пятницу я делаю платежку. Ну как платежка, там у них шаблоны специальные. Оформляю этот шаблон, и один раз ты его создаешь на свой счет, и просто-напросто дальше уже не смотришь. Просто вводишь цифру, и в субботу я иду через дорогу, вот тут у меня банк, и получаю здесь, и в Швейцарии. Они ни разу не было, чтобы за вот этот период времени, что я в пятницу нажал на кнопку там, а в субботу получил в Киеве. Такого ни разу не получил в Киеве, такого ни разу не было. То есть, все работает как часы. То есть, для того, чтобы вы поняли, что можно выводить, а, можно зарабатывать, а, надо работать с брокерами, с биржами, с банками, с банками, которые являются лицензированными учреждениями, которые по мелочи не воруют. И, б, надо начинать выводить свою прибыль, кусочки хотя бы. Заработал 200 баксов, сотку выведе в эту неделю. На следующую неделю еще сотку заработал, еще 50 выведе. То есть, вы должны почувствовать, вы почувствуете, что можно зарабатывать и жить с этого, только когда вы будете выводить заработанную прибыль. Идем дальше. Ну, сразу скажу, что те технологии, которые мы сейчас предлагаем, не могли писаться и не писались для работы одного человека. В задаче стояла и стоит, собственно, подготовка групп трейдеров. Групп трейдеров. Но для того, чтобы научить группу трейдеров и не за полгода, и не за два года, и вывести их в прибыль за два-три месяца, надо дать им софт желательно одинаковый, и посмотреть, как они будут выполнять одни и те же, собственно, рутинные операции. Наблюдение за софтом, наблюдение за работающими стратегиями. То есть, у меня такой опыт был не один уже, не два, не три раза. И первое время, когда мы пробовали это делать, у меня была вот такая система. На акциях это покупался, ну, стерлинг – это торговая платформа для исполнения, стерлинг трейдер про, сайберг – это блог автоматизации, трейдер-идеус – это сканер. Все это добро стоило в районе 625 долларов. И сейчас, а то и дороже стоит. Ежемесячно. Только за вот это вот. Только за софт. Можете себе представить, насколько я обрадовался, когда познакомился с Алексом, мы подружились, стали работать, сотрудничать, уже многие годы сотрудничаем, и мы сделали то, чего не было на момент моего знакомства с Алексом. У него был блок автоматизации, но для программистов. Пишите код, вставляйте его вот сюда, и все будет работать. Мы же сделали с ним менеджер стратегии, в той форме, которая сейчас устраивает целиком и меня, и американцев, и всех. Ну, изначально, опять же, для того, чтобы можно было и нужно, как-то эти мысли этих людей, трейдеров, которые даже еще не трейдеры, с улицы просто брали людей, чтобы их можно было как-то обуздать, им нужно было сделать какие-то простые вещи, вот такой-то базовый лояут, чтобы он был одинаковый у всех, и давал достаточно информации и возможности для заработка. То есть, чтобы они не выдумали, где брать эту акцию, какую акцию торговать, все это должна была делать машина. Мы это сделали. Как это все работает? Я покажу на бэктестере, сейчас не переживайте, что немножко, возможно, вам кажется, это все скучновато, но теория, никуда не денешься. Сама система очень простая. Существует сканер, который настраивается по определенным, скажем, по определенной системе, по определенному алгоритму. Сигналы сканера являются такими вот триггерами для менеджера стратегии. На каждый сигнал сканера, на любой, можно создать стратегию. Стратегия – это уже сложнее, чем просто сигнал на пробой 30-минутного диапазона, флэта, например, потому что уже в менеджере стратегии добавляется, что нужно купить по такой цене, по биду, например, или по отложенному ордеру, проверить ценаправленность по тренду, например, на определенных таймфреймах, можно проверить ценаправленность по тренду с индексами, с чем угодно. Выставить трейлинг стопы, перевести в безубыток. Вот это все записывается, изначально записывается уже в менеджере стратегии при создании стратегии. И оператор за всем этим наблюдает. Дальше все очень просто. Сканер отобрал, отобранный сканером акций или парой передается в менеджер стратегии. Менеджер стратегии проверяет информацию по дополнительным критериям, открывает позицию и сопровождает ее. Оператор за всем этим наблюдает. As simple as that. Настолько просто, как это может быть. И дальше мы выдаем вот такую табличку в конце. Оператор может посмотреть. Окей, да, у меня было, окей, минус 36 баксов, и еще и просадкой было 74 баксов. Ну, что-то нехорошо было сегодня, да. Ну, и диверсификация. Долгое время мы пытались создать одну единственную торговую стратегию, которая бы работала, скажем так, на каком-то паттерне, который чаще всего встречается и так далее. Сразу скажу, что это не получилось. И, в общем-то, понятно почему. Да потому что в течение дня рынок пребывает в разных положениях. Каждая акция торгуется по-разному в течение дня. То есть в зависимости от того, какой это период дня. Это открытие сессии, это премаркет, это середина дня, это обед, это еще что-то. Поэтому, соответственно, ожидать работы одинаковой, плюсовой, от плюсовой стратегии, которая работает плюс только по тренду, во время флета невозможно. И даже, собственно, глуповато. Поэтому для ребят, которые проходят коучинг, у них серьезная подготовка, у них есть куча разных стратегий, шаблонов стратегий, готовых, с кодами, со всеми делами. Вот, это и парный трейдинг, и работа с отклонениями, с боллинжером, с объемом. Ну, что только вы можете себе представить, о чем только вы слышали, все это есть. Ну, конечно, это все тестируется на бэктестере. Теперь, к чему мы пришли сейчас. Вот так выглядит набор стратегии RoboForex, который я предлагаю, продаю за тысячу долларов, просто в продажу. Он идет с закрытым кодом. То есть вы не знаете, как, собственно, его поменять там и так далее, и тому подобное. Но для заработка этого достаточно. Почему? Потому что, собственно, вы будете использовать определенный паттерн. Я сейчас расскажу, о чем идет речь. Итак. FX-трек. Полуавтомат – это мониторинг ручного трейдинга. То есть, как бы, любая позиция, которую вы открыли вручную, будет видна в том же окне, где и все позиции, которые открыла машина. Сделано зачем? Ну, чтобы, собственно, не распыляться, чтобы, опять же, все было локально, и вы могли очень быстро увидеть, что в плюсе, что в минусе, какой общий плюс по всем стратегиям и так далее. То есть, задача полуавтомата – это просто показать, подхватить все вручную открытые позиции, чтобы мы не искали их потом отдельно в окне исполнения, в отложенных ордерах, где угодно. FX Alerts – это полуавтомат, который открывается на пробой линии тренда, которую вы проведете. Представьте, насколько это круто. Вы просто проводите линию на графике. Цена еще не там. Но эта линия для вас что-то означает. Вы считаете, что если график ниже и будет пробита эта линия, но баланс я его называю, или линия тренда, или линия канала, что хотите. Проведите как угодно. При включенной стратегии FX Alerts на пробой этой линии будет открыта не просто позиция, а будет выставлен стоп, переведено в безубыток после определенного количества. Что мы хотим, то мы там и нарисуем. То есть, если раньше нам приходилось сидеть, вот это искать, ждать, когда там произойдет, какие-то новости, надо же сидеть, ждать чего, как, или отложенных где-то поставить, то сейчас вы с утра можете провести все эти линии, 2, 3, 4, 18, сколько хотите. Посмотрите эти графики, подавите свои эти линии, включите стратегию, идите себе, занимайтесь своими делами. Очень просто и очень результативно работает. Если вы знаете, как эти линии проводить, да, ну, то есть, теорию базовую какую-то надо знать. FX Scalp – это простой скальпинг. Ну, вот, чтобы не сидеть руками и не скальпить, да, мы делаем это автоматом. Сейчас я это все покажу в работе на бэктестере, чтобы было не сильно скучно. Roboforex. Ну, это не Roboforex, то, что вы видите сейчас, 0.160FX, это стратегия отклонения от среднего какого-то значения, там может быть экспоненциальная какая-то в течение дня, и вот определенный процент отклонения от этой линии, на buy или на sell, является триггером. Это стратегия, которая работает в любых условиях. У нее есть одна проблема, когда идет тренд, она дает хороший минус. Поэтому мы от нее отказались и перешли к тому, что я покажу вам сейчас. Теперь давайте, собственно, посмотрим, как это все работает. Смотрите, вот это, собственно, набор стратегий. Сейчас я его покажу вам в работе. Я только подумаю, как это все организовать, чтобы нам было видно, то, что нужно, чтобы было видно. Значит, я прокручиваю 11 число, то есть понедельник. Я включу одну стратегию. Скорость в 60 раз быстрее, чем работа в течение дня. То есть ускоренный режим, бэктестер, просто, чтобы вы видели, как работает машина, как это все работает. Смотрите. Прошел определенный период времени, тут уже плюс 90 баксов. Но прикол даже не в том, что там плюс 90 баксов. Прикол в том, что эти пары открывались по одинаково заданному алгоритму. Входные лоты, вы видите, везде разные. Стоят также проверочные функции определенные. То есть вот это то, что вы видите здесь желтым, wait for, это означает, что идет ожидание вот этого как раз паттерна по той или иной паре. Теперь, если я нажму на position log, мы увидим, что было. На момент нажатия на этот position log у нас открытая пенель, открытая прибыль 55 долларов, просадка была за все это время, достигала 42 долларов, минус 12 пипов. Можно посмотреть, что, например, максимальная просадка была по фунт-иене, который в результате перешел в плюс. Да? И достигала она 27 долларов. То есть вот эти 42 – это общая максимальная просадка в течение этого периода времени. Теперь давайте покажу вам то, о чем я говорил. Да, кстати, вот я хочу показать вам еще вот такую особенность, что созданы, вы можете создать любое количество пар, портфолио из пар и видеть график спреда. Это просто убойная штука. Например, сегодня рос австралиец, мне было достаточно просто нажать на вот эту кнопку, ну или по фунту, например, тоже он сегодня рос. И при нажатии на покупку у меня будут открыты все кроссы, которые я сюда вбил в это портфолио. Вы видите, это график, это график спреда всех пар, которые я сюда поставил на бай. Фунт Австрал, фунт Канада, фунт Франк, фунт Йена. Я могу поставить какую-то пару на бай, какую-то на сел. Я могу поставить, например, все эти пары на бай и минус 10 лотов на фунт на продажу. То есть огромное количество вариаций, которые вы можете сделать. Вы можете составить любое портфолио, средневзвешенное, какое захотите. Даже с чем угодно, что вам в голову придет. Одна только эта возможность уже, ну, это потрясающая вещь. Сразу же скажу о том, что в Тайморе есть только одна проблема. У нее такое количество возможных вариантов, что вы погрузаете, если особенно вы трейдер, опытный, и вам очень интересно, вы можете годами в этом всем ковыряться. А потом вы приходите к простому пониманию, что зарабатывают простые стратегии. нефиг сидеть там целый день и выморачивать что-то. Делай свой план и занимайся созданием пассивного дохода, чтобы даже этих полчаса не сидеть за компьютером. Это правильный подход. Это то, что там мысли, которые я хочу, чтобы вы вынесли как основную у себя сейчас, что если вы рассчитываете только на трейдинг, ну, и слышали, что я вам сказал, то у вас просто нет мозгов. Потому что трейдинг никуда не денется. Научить зарабатывать не торгуя это сложнее, но это тоже возможно. Да? Ну, я имею в виду около трейдинга, там блоги, там и все прочее. Собственно, поэтому мы сделали уже курс, я уже сделал, веду сейчас курс, который называется пассивный доход для трейдеров. Потому что пока даже этих полчаса или час идет торговля, я просто пишу статьи на свой блог. Просто для того, чтобы гугл и поисковики видели новую информацию и блог работал. А дальше идет монетизация блога с огромного количества вариантов, как это делается. Это не простой тоже бизнес, но это бизнес, который приносит пассивный доход. Правильный бизнес. Окей? Идем дальше. Так. Что вам еще? Да, я хотел показать, собственно, как работают Fax Alerts или Scalping тоже. Давайте я сейчас это все закрою. И мы посмотрим какую-то пару, которая падает. Вот, например, она тут падает. И мне бы хотелось просто-напросто, чтобы, если она вдруг перестанет падать, не вернется, ну, например, вот сюда, чтобы машина ее купила, а не продавала. Или же, чтобы, если она будет падать и дальше, например, ниже этого уровня или этого уровня, чтобы машина сама продала ее. Ну, сразу скажу, что это мне не нравится позиция, я тут ее не покупал, не продавал, с ней нечего уже делать. Но когда вы видите что-то реально интересное, что-то, что формирует какие-то возможности, где можно реальный баланс какой-то провести, то есть, опять же, вот что можно делать с этой парой? В этом случае я могу ее просто скальпить. Я могу сделать вот так, вот так, вот так и вот так. Все. И она будет скальпить ее до упора, закрывать маленькую прибыль. Но это же не требует моего внимания, понимаете? То есть, я понимаю четко, что да, здесь есть конкретные лимиты, у нее минимум, ниже которого она, если ей пойдет, то я бы, как трейдер, в любом случае там не продавала, покупала, затаривалась ей, да? То я могу, собственно, включить этот скальп на этот диапазон и пусть она его себе тут скальпит, пока у них все не наладится по жизни, да? То же самое это касается любых, любых флетовых диапазонов. То есть, сделано просто для того, чтобы не делать это вручную, не сидеть, вот это не вымучиваться. Увидел диапазончик флайта, поставил, пусть она себе работает. Параллельно вы можете просматривать, опять же, провел линию, если будет движение в эту сторону, особенно это хорошо с людьми работает, особенно хорошо, конечно, на новостях, перед новостями, когда вы просто открываете, проводите эти линии в моменты, в тех точках, где возможны прорывы. Вот. Есть FX-скальп автоматический, полностью автоматический. Как он работает? Он открывает скальп на то, что растет, то, что активно двигается в сторону бая, да? Иногда, если совсем уж лениться, это просто помогает увидеть, что начало движение. То есть, вы понимаете, что в любой момент открытую вами стратегию я могу поставить на паузу. Я могу, например, нажать правой кнопкой мышки и поставить на паузу все стратегии. Что это означает? Они не будут открывать новые позиции вообще, но старые позиции по алгоритму будут сопровождены. Делаю я это когда? Когда идет что-то такое непонятное. Я вот вижу, например, что окей, у меня сейчас вот такая ситуация. Вот смотрите, что творится. Что творят паразиты, да? Я не знаю, что я бы хотел сделать, но я уже здесь вмешиваюсь руками, да? Но я бы не хотел, чтобы работала машина вот в этой ситуации. То есть, я ставлю стратегию на паузу и новые позиции не открываются. А по старым, что дает минус, я увижу и приму решение, что с ней делать. То есть, основной как бы ноу-хау в том, что человек работает с единым окном и 90% времени у него тратится не на рынок, а на то, что машина делает. То есть, все-таки машина пашет, а человек подглядывает за ней, да? И еще раз говорю, если вы поймете то, что я говорил в начале, что это делается на очень непродолжительном периоде времени от часу максимум, полчаса, час до полутора-двух часов в день всего, то это, согласитесь, очень несложно. То есть, если тренд этот на открытии, если как мы обычно торгуем, начинаем за полчаса до открытия Европы, машина что-то набирает позиции, и если тренд подтверждается, мы просто-напросто даем этим позициям вырасти и закрываем прибыль и уходим. Если тренд не подтверждается, у меня есть небольшое преимущество, в 90% случаев машина сама все выведет в плюс. Почему? Потому что машина работает с портфолио, она не работает с одной парой. По одной паре у меня были бы проблемы, а так мне нужно, иногда приходится ждать. Есть периоды, когда и минус приходится закрывать, но чаще всего это связано с тем, что мне просто в блок сидеть и смотреть, что там будет дальше. Такая ситуация. Окей, давайте подумаем, если какие-то вопросы сейчас уже есть, у вас появились, я вам пока напишу все ссылки, а вы мне можете задать какие-то вопросы, если они по материалу появились. Значит, в чат я сейчас вам напишу вот эти предложения. Что это такое? Ну, наши сайты, ProfitMoney.org, основной сайт, ProfitMoney.ru-блог, видеоканал в YouTube. Дальше по стратегиям есть ссылки на стратегии RoboForex. Посмотрите, там огромное количество, ну, не огромное количество, но пару видеороликов, их конкретно объяснено, что это такое. По личному коучингу тоже есть информация, сколько стоит, сколько длится, как происходит и так далее. По мастер-группе тоже есть сейчас, можете успеть еще в июле немножко поторговать. Группа на Facebook и купон на скидку. Купон 10% действует до конца этой недели, до 15 июля. Вон там все это расписано. Вот, почитайте, пожалуйста, у кого есть желание, у кого есть конкретные вопросы с продолжением, да. Я напишу свой Skype. Обращайтесь, можем поговорить. Дальше. Значит, о чем я еще не сказал. Ну, да. По поводу инфобизнеса, пассивного дохода. Смотрите, быстренько пробежимся, так как мы достаточно все быстро все успели сделать. Время не ждет, не останавливается, не теряйте его. Почему? Ребят, вы не должны в принципе заниматься ничем в этой жизни, что не вкладывается в создание пассивного дохода. Иначе у вас будут большие проблемы, чем, ну, вы понимаете, мы не молодеем, соответственно, через какой-то период времени. Вот представьте себе, что вы два года торгуете, и у вас то плюс, то минус, да. А если вы еще этих два года создавали какой-то пассивный продукт, то вы уже не зависите от трейдинга. И поверьте мне, ваши плюсы сразу же наладятся. Как только вы перестанете зависеть от трейдинга, ваши плюсы максимально вырастут. Можно ли зарабатывать реально большие цифры? Можно. Это реальный депозит, 53% депозита в февраль. Я в февраль сидел, могу ли я в конце концов что-то заработать, ну, вот, через 10 лет. У меня получилось там 53% депозита, и это неплохой результат. Но по этой системе я не рекомендую вам торговать. Почему? Потому что эта система работает с осреднением. И она всегда чревата огромными рисками, или у вас должны быть какие-то запасы по деньгам, и возможность быстро пополнить депозит, или еще что-то. Но зарабатывать можно. Теперь по поводу пассивного дохода. Смотрите, это пассивный доход от сотрудничества с моим брокером. Я работаю с одним брокером, только с копий банком. Все. Это тоже неправильно. Если заниматься созданием пассивного дохода, надо предлагать все, что предлагают другие брокеры. Почему? Потому что это разный бизнес. Вы можете не заманивать там людей в инстафорекс, не рассказывать, что они там самые честные, что это неправда, наверное. И не знаю, я с ними не работал. Но вы должны пользоваться возможностями, которые эти люди вкладывают в этот бизнес, создавая рекламные проекты и так далее. Так вот, это статистика пассивного дохода. За один месяц, ноябрь 2015, 716 баксов чистой прибыли. Ничего не делаем. Декабрь 673 баксов. То есть более полутысячи долларов в месяц. Но я могу сказать, что я на самом деле блогом в свое время не занимался. Мне было интересен трейдинг больше. Сейчас я начинаю активно заниматься блогом. Почему? Потому что я хочу таких блогов сделать 2, 3, 4 в разных нишах, чтобы этот пассивный доход приходил ко мне. Почему? Я уже знаю, как это делается. Я потратил на это годы жизни. И сейчас, у кого есть возможность, это небольшие деньги стоят, по-моему, 160 долларов или что-то такое, подключайтесь. Потому что через полгода с момента прохождения курса у вас уже будут капать какие-то пассивные доходы от рекламки, от разных вещей, о которых я рассказываю на этом курсе. Он очень простой, упрощенный, но он даст вам понимание того, как это делается. И что надо для этого сделать. То есть если вы проводите время за компьютером и ничего не создаете, вы не вкладываете в свой пассивный доход, в создание пассивного дохода, но время работает против вас. А время – это такая штука, которую не остановишь. Понимаете? Родители становятся старше, здоровье начинает портиться. Ну, вы знаете, да, лысеешь? И так далее. Поэтому рекомендую. Там есть ссылочка на курс по созданию пассивного дохода. Это лучшая инвестиция сейчас для вас. Лучше даже, чем RoboForex купить. Хотя это тоже штука крутая. Ну, в общем-то, все. Могу еще показать вам, что такое золотая фабрика. Я просто не уверен, что среди вас есть инвесторы здесь серьезные. Но если есть, быстренько пробегусь, тем более, что это записывается. Проект «Золотая фабрика» – это фактически создание бизнеса под ключ. Это создание группы. Это создание пропритори офиса. Вот здесь по «Золотой фабрике» на основном сайте есть, вот оно расписано, как это делается. Что такое золотая фабрика, этапы создания, что инвестор должен понимать, доходность риски нашей технологии, как подготовить лидера группы, что такое трейдер-оператор, и сколько это все дело стоит. В принципе, за 70 тысяч долларов примерно можно создать и запустить фабрику, которая будет, окупит этот доход, я знаю, через год точно. Но самое главное в этом, даже не это, самое главное, например, у вас есть там 300 тысяч баксов, вы готовы там и так далее. Но самое главное, если вам это интересно, то есть если бизнес вам интересен не только с точки зрения заработка денег, а интересен сам, сам бизнес, сам трейдинг, тогда в это стоит влезать. Если же вы просто… Лучше не надо, потому что здесь есть масса нюансов, о которых я, конечно, рассказываю, показываю, есть опыт и так далее. Но это сложный бизнес. Но это очень интересный бизнес, конечно. Ну вот все. На этом, в принципе, это все, что я хотел на этом вебинаре рассказать. Вопросов я пока не вижу. Напишите в чат, если есть какие-то вопросы, с удовольствием постараюсь на них ответить. Если вопросов сейчас нет, еще минутку подожду, то мы тогда будем на сегодня заканчивать, и дальше уже в режиме Skype общения. Если у кого-то будет вопрос, уже завтра можем пообщаться. То есть основная задача, которую я ставил перед собой, ну, это, во-первых, для себя создать максимально простую систему, которая бы работала. И сейчас эта система, она сведена к тому, что А, надо проводить в рынке меньше времени, Б, надо делать план и уходить с рынка, С, эти работы должны быть максимально автоматизированы, чтобы исключить, максимально попытаться исключить влияние человеческого фактора. Потому что этот фактор по-прежнему является основным. Ничего другого. Так, хорошо. Ну, все, вопросов я не вижу. Значит, мы, соответственно, вы сможете посмотреть это видео в записи. Ну, где-то через час, ну, завтра точно появится на YouTube. Без каких-то исправлений. Вот так, в том режиме, в котором я его записываю. Еще раз благодарю всех за то, что приняли участие. Надеюсь, что вам было интересно. И до следующих встреч в эфире. Желаю вам всего самого наилучшего. И до следующих встреч в эфире.